Итак, на прошлом занятии мы с вами посмотрели графический метод решения задач линейного программирования. Сегодня мы рассмотрим симплексный метод решения задач, который является более универсальным, поскольку, как мы помним, графический метод был применим только к задачам от двух переменных, поскольку в таком случае ограничения можно было изобразить на плоскости х1, х2. Симплекс-метод более универсальный, он позволяет решать задачи любой размерности с любым количеством переменных. Кроме того, существует модифицированный симплекс-метод, метод искусственного базиса, то есть этот метод, конечно, гораздо более универсальный, чем графический. Рассмотрим каноническую форму задачи линейного программирования. Целевая функция задается скалярным произведением, цена х, рассматривается задача на максимум, но иногда в канонической форме относят и задачу на минимум, но мы будем называть канонической формой задачу, которая требует максимизировать целевую функцию f. Ограничения задаются системой равенств и требуется неотрицательность вектора х. Вот такая задача называется задачей в канонической форме. Пример, да? Пример задачи в канонической форме. f от х, 2х1 минус х2 плюс 5х3 максимум и ограничение равенства. минус х1 плюс 10х2 равно 1. 2х1 минус 3х2 плюс х3 равно 11. Ну и х1, х2 неотрицательный. Вот пример канонической формы записи задачи. Что делать, если задача в другой форме? Например, существует еще стандартная форма задачи, где ограничение, матрица ограничений, а, да, связана вот таким неравенством. Значит, ну, еще вот такую форму называют первой стандартной формой. Первая стандартная форма. А вторая стандартная форма. Вторая стандартная форма. Такая же задача, но на минимум. Такие же ограничения, но задача на минимум. А такая форма называется каноническая. Каноническая форма. Каноническая. Понятно, что много других форм записи существует. Что делать, если задача, если задача приведена либо в стандартной форме, ее нужно привести к канонической, или вообще ни в какой форме, да, нужно ее к канонической форме свести. Давайте это разберем в аппунктах, да, что делать с целевой функцией, что делать с ограничениями, что делать с переменными, если нам необходимо привести задачу к канонической форме. Если рассматривается задача на минимум, например, целевая функция выглядит как 2х1 плюс 15х2 минус х3, и требуется ее минимизировать. А нам нужна задача на максимум. Да, мы договорились, что каноническую мы будем называть форму, которой задача требует максимизировать целевую функцию. В этом случае рассматривают вспомогательную функцию f1 от х, в которой все коэффициенты меняют знак, умножается на минус единицу, и решается задача на максимизацию такой функции. Требуется найти ее максимальное значение. Как только мы его найдем, минимальное значение, да, f1 будет равно со звездочкой, будет равно минус f со звездочкой, f1, max со звездочкой. Значит, вот первый случай. Когда задачу на минимум, нужно свести к задаче на максимум. Каким образом мы можем от ограничений неравенств перейти к ограничениям равенства? Если некоторое ограничение, ну, например, вот это, да, минус х1 плюс 10х2 меньше либо равно единице. Не равно, а меньше либо равно. Это значит, что левая часть, да, не хватает немного до единички. Мы представляем ограничение вот в таком виде. Плюс некоторая переменная у1 и требуем ее неотрицательности. Иногда в качестве дополнительных вот таких переменных, которые позволяют от ограничения неравенств перейти к ограничениям равенством, выбирают просто следующие, да, следующие по индексу переменные х. Например, данная задача у нас зависит от трех переменных х1, х2, х3. Если требуется ввести дополнительные переменные, то их нагородят дальше. х4, х5 и так далее. Ну, мы будем обозначать дополнительные переменные отдельными буквами. Ну, мне кажется, так удобнее и нагляднее, потому что сразу видно, какие переменные в задаче исходны, какие переменные в задаче дополнительны. Здесь надо сказать, что после введения дополнительных переменных, вообще говоря, мы рассматриваем немного другую целевую функцию, не исходную. Ну, давайте сейчас все случаи рассмотрим, и я приведу пример. Сразу цельный такой задачи, в которой необходимо перейти от ограничения неравенств ограничениям равенством, и покажу, каким образом поменяется целевая функция. Если ограничение со знаком больше либо равно, 2х1 минус 3х2 плюс х3 больше либо равно 5, например. Это означает, что для достижения равенства необходимо вычесть некоторое неотрицательное число из левой части. Поэтому мы пишем 2х1 минус 3х2 плюс х3 некоторое переменное О2 равно 5. И требуем неотрицательности переменной О2. Так. И третий случай. Третий случай. Что еще у нас может быть? Это свободные переменные. Мы видим, что в канонической форме все переменные должны быть неотрицательными. Что делать, если, например, в задаче х1 неотрицательна, а х2 свободная переменная? Ну, это означает, что она просто не указана в задаче. То есть это выглядело бы вот так. Вот. Никаких ограничений на х2 нет. х1 неотрицательна, х2 любая, какая угодно. Что в этом случае делать с х2? В этом случае мы представляем х2 как разность двух неотрицательных величий у3, у4. И так и требуем их неотрицательности. Понятно, что всевозможные комбинации у3 и у4 как раз и дадут нам возможность перебрать все возможные значения х2. Вот такие простые правила перехода от неканонической формы записи к канонической форме задачи линейного программирования. Я обещала вам привести пример, что происходит с целевой функцией. Ну, давайте возьмем эти же ограничения. Меньше либо равно, больше либо равно. Так. И посмотрим, каким образом... Вот, если х2 остается неотрицательным. Каким образом поменяется целевая функция? В ограничениях мы уже сказали, что в первом случае нужно прибавить переменную некоторую у1 плюс у1 равно единичке. Во втором случае необходимо отнять минус у2 равно 11. переменные х1 и х2 остаются неотрицательными. И мы добавляем условия неотрицательности у1, у2. Целевую функцию, вообще говоря, мы рассматриваем новую, f1 от х, которая включает в себя переменные у1, у2. Она отличается от исходной только тем, что фактически здесь присутствуют у1 и у2 с нулевыми коэффициентами. Понятно, что значение этой функции не меняется. Множество значений полностью совпадает с множеством значений исходной функции. Поэтому обычно не меняют исходную функцию f на функцию f1, продолжают записывать вот в таком виде. Оставляют функцию f в качестве целевой и при необходимости просто помечают, что коэффициенты при переменах у1 и у2 равны нулю в процессе решения задачи. Поэтому мы не будем в таких случаях вводить новую функцию f1, будем продолжать записывать целевую функцию вот в исходном виде. Но, тем не менее, переменные у1 и у2 новые для задачи появились. Для чего мы рассматривали каноническую форму задач? Симплекс-метод работает с канонической формой задачи линейного программирования. При этом требуется, чтобы вектор b был неотрицатель. Правые части ограничений должны быть неотрицательны. На примере мы сейчас с вами посмотрим, в чем заключается основная идея этого метода. Пример первый. Пример 1. Целевая функция в заданном виде 3x1 плюс x2 2x1 плюс x2 меньше либо равны 6. x1 и x2 неотрицательны. Вот такая задача. Мы видим, что в канонической форме она не приведена. Задача на максимум неотрицательность переменных выполнена. Правые части неотрицательны, но ограничения неравенства. Нам требуется, чтобы в каждом из них достигалось равенство. Для этого мы добавляем вспомогательные переменные. Их понадобится 3. Для каждого, по одной, для каждого из ограничений. У1, У2, У3. Записываем задачу в новом каноническом виде. Целевая функция, как мы уже сказали, не меняется. Мы не будем вводить новую функцию. x1 минус 2x2 плюс У1 равно 1. Минус 2x1 плюс x2 плюс У2 равно 2. И неотрицательность всех входящих в ограничения переменных. Вектор В правых частей неотрицателен. Все в порядке. Можно применять симплексные. Первым шагом является построение начальной таблицы. Начальная таблица, начальная симплексная таблица. Для этого мы выписываем матрицу А. Матрицу А. Для удобства можем подписать переменные, входящие сверху над матрицей. В дальнейшем мы этого делать не будем, но пока что давайте подписывать, чтобы было нагляднее. При x1 коэффициенте 1, минус 2, 2. Дальше. При x2 минус 2, 1, 1. При У1 1, 0, 0. 0, 1, 0 при У2. И 0, 0, 1 при У3. Мы должны найти набор, линейно-независимый набор столбцов, в данном случае образующий столбцы единичной матрицы. Мы видим, что как раз таки три последних переменных замечательно образуют столбики единичной матрицы порядка 3. Эти переменные называются базисными. Остальные переменные называются небазисными. У1, У2, У3. Базисные переменные. x1, x2 небазисные. Небазисные переменные. Симплексная таблица имеет следующий вид. Слева, в столбце, мы записываем названия базисных переменных. У1, У2, У3. Базисные переменные записываются слева. Внизу записывается f, функция цели. В верхней строке мы записываем названия небазисных переменных. Внутрь таблички мы завозим столбцы, соответствующие небазисным переменным. 1, минус 2, 2, минус 2, 1, 1. Справа мы записываем правую часть ограничений. 1, 2, 6. Далее нам необходимо пересчитать строку оценок. Строка оценок это вот нижняя часть таблички. И значение целевой функции. Так, значит, каким образом это делается? Мы выписываем при каждой переменной ее коэффициенты в целевой функции f. При х1 в целевой функции коэффициент 3. Пишем рядышком тройки. Х2 в коэффициент 1. При у1, у2, у3 в целевой функции коэффициенты 0. Поэтому так и записываем. 0, 0, 0. Далее. Каждая из оценок, их будет 2. Каждая из оценок получается следующим образом. Скалярное произведение левого вектора на вектор столбец. 0, 0, 0 на вектор 1, минус 2, 2. И минус верхнее значение. Еще раз посмотрите. 0 умножить на 1, плюс 0 умножить на минус 2, плюс 0 умножить на 2. И минус верхнее значение, минус троечка. Здесь у нас будет скалярное произведение 0, по понятным причинам. Минус 3 мы записываем минус 3. Второй столбец. Аналогично. 0 умножить на минус 2, плюс 0 умножить на 1, плюс 0 умножить на 1, минус 1. будет минус 1 правый столбец точно так же 0 умножить на 1 плюс 0 умножить на 2 плюс 0 умножить на 6 здесь ничего не вычитается потому что вычитать нечего строка оценок получается как скалярное произведение вектора коэффициентов на вектор столбец соответствующий и минус верхнее значение для строки оценок и ничего не вычитаем для значения целевой функции это начальная симплексная таблица которая задает начальное опорное решение его можно выписать выглядит оно следующим образом х с 0 это для для базисных переменных для базисных переменных берутся значения берутся значения из правого столбца для невазисных переменных значения равны 0 то есть в нашем случае значения 0 поскольку переменные небазисные а для u1,du,u3 мы берем значения 1 2,6 Подставив это значение в целевую функцию, мы видим, что f равно 0. Это как раз таки и есть вот это значение. Они должны обязательно совпадать. Ну, промежуточные опорные решения выписывать в симплекс-методе, в принципе, не обязательно. Можно записывать только последнее, окончательное, оптимальное. Ну, пару раз мы его выпишем для того, чтобы потренироваться, чтобы вы понимали, откуда... Ну, как связано, да, решение с симплексной таблицей. Во-первых. А во-вторых, что происходит с значением целевой функции, как оно меняется. Так. Что мы делаем дальше? Мы переходим последовательно от одной симплексной таблицы к другой, от предыдущей к следующей, проверяя ее на оптимальность. Критерием оптимальности является неотрицательность относительных оценок. Как только в нижней строке, в строке оценок, перестанут появляться отрицательные числа, задача... решение задачи закончено. Получено оптимальное решение, составляющее исходной функции максимум. У нас сразу две отрицательные оценки. Это означает, что таблица не оптимальна. Это решение опорное не является оптимальным. Каким образом мы можем перейти к следующей таблице? Как мы можем улучшить это решение? Для этого нужно провести следующее действие. Необходимо выбрать так называемый разрешающий элемент. Как это делается? Разрешающий элемент последовательно выбирается в два этапа. Сначала выбирается столбец, затем выбирается строка. Давайте опорное решение. Правило выбора разрешающего столбца. В качестве разрешающего или главного столбца выбирается столбец с наибольшей по модулю отрицательной оценкой. Ну или по-другому с наименьшей оценкой. Наименьшей оценкой является минус 3. Ну, наименьшей, наверное, менее точно было бы говорить. Почему? Потому что среди положительных чисел тоже можно наименьшее выбрать. Например, вот у вас тут число 1, 8, 15. Понятно, что наименьшей оценкой является 1. И мы бы выбрали это в качестве столбца. Поэтому немного не точно. Я бы все-таки формулировала это как столбец с наибольшей по модулю отрицательной оценкой. То есть подчеркивается отрицательность оценки не оптимальность таблицы. Наибольшая по модулю отрицательная оценка. То есть самая маленькая отрицательная числа. Так, дальше. После того, как разрешающий столбец выбран, нужно составить, ну или главный столбец, да, мы составляем отношение правых частей ограничений к положительным элементам главного столбца. То есть первый столбец, главный, мы составляем отношение правых частей к положительным элементам. 1 деленное на 1. 1. Симплексные отношения они еще называются. 2 на минус 2 мы не делим. Не берем это отношение, потому что число отрицательное. Отношение только к положительным. Отрицательные нули не подходят. 6 делить на 2. 3. И выбираем строчку, где симплексные отношения наименьшее. В нашем случае это единичка. На пересечении строки и столбца и стоит наш разрешающий элемент. Удобно его как-то выделять. Будем его обводить кружочком. Значит, элемент 1, x, r, какой-нибудь s, равно 1, называется разрешающий элемент. Разрешающий элемент. При помощи него производится жордановое преобразование симплексной таблицы. Мы переходим к новому опорному решению. Каким образом это происходит? Я сотру ограничения, целевую функцию оставлю. Она нам еще понадобится для проверки. Ну, наверное, и матрица нам, пожалуй, уже не нужна, поскольку начальную таблицу мы по ней построили. Можно стереть. Каким образом происходит переход к новой симплексной таблице? Жордановое преобразование. Первое. Меняются обозначения разрешающей строки и разрешающего столбца. Главной строки и главного столбца. Мы должны поменять местами обозначения x1 и u1. x1 переходит в базисные переменные, u1 становится небазисным. Все остальные названия столбцов и строк не меняются. f. Далее. Ну, у нас получилось в этом примере, что разрешающий элемент равен единице. Не очень удобно на этом примере показывать. Ну, посмотрим. Я думаю, что в следующих примерах, может быть, в следующей итерации данной задачи, как раз таки разрешающий элемент будет не единичный, вам будет понятнее, каким образом происходит преобразование. Давайте пока посмотрим с единичкой. Элементы. Ну, давайте как-нибудь коротенько, схематически запишем. Поменять местами название главной строки и главного столбца. Второе. Все элементы главной строки делятся на разрешающий элемент. Значит, строка делится на xrs. Ну, rs – это условное обозначение индексов, да? Можно любые буквы туда написать. Вся строка делится на главный элемент. Ну, поскольку он равен единице, да, одно действие мы, конечно, забыли. Равную еще строчку. Равную строчку. Для начала главный элемент заменяется на обратный. Ну, в нашем случае ничего не поменяется, потому что единица, деленная на единицу, единица и останется. А вот дальше элементы главной строки делятся на xrs. На старые. Все преобразования происходят со старым главным элементом. Не с новым, не с вот этим. Здесь, опять-таки, на единичке не видно, а дальше вы это посмотрите. Как происходит? Везде, во всем вычислениях мы берем старое значение xrs, главного разрешающего элемента. Делятся на единицу, ну, то есть в нашем случае не меняются. Все элементы главного столбца делятся на xrs и меняют знак. Меняют знак на противоположный. Минус 2 разделить на единицу, минус 2 и меняет знак. 2 на 1, 2 меняет знак. Минус 3, деленное на 1, минус 3 меняет знак. Почему необходимо, чтобы элементы столбца поменяли знак? Ну, потому что одним шагом в данном преобразовании мы убираем одну отрицательную оценку. Минус пропадает. Если нам повезет, то все относительные оценки будут положительные. Если нет, будем дальше преобразовывать. Дальше. Со строкой, с элементом, строкой, с толцом разобрались. И последнее действие, которое нужно сделать для всех остальных элементов, чтобы пересчитать все остальные элементы симплексной таблицы. Необходимо сделать следующее. Ну, давайте попробуем изобразить это схематически. Допустим, мы хотим пересчитать элемент вот этот. Мы хотим сейчас посчитать, чему будет равен вот этот элемент в новой таблице. Мы должны произвести следующее действие. Разрешающий элемент у нас стоял вот здесь. Дальше все обозначения относятся к вот этой таблице, к старой. В новой мы записываем только ответ. Из новой мы никакие числа не берем. Когда мы пересчитываем значения, все берется полностью из старой таблицы, из предыдущей. Вот наш разрешающий элемент. XRS. Какие элементы будут стоять? А мы хотим пересчитать элемент X и житая штрих. Штрих это значение для новой таблички, а без штриха старый элемент. Мы хотим пересчитать X и житая штрих. X и житая, старая, стоит вот здесь. Тогда вот тут будет стоять элемент XRG, а вот здесь будет стоять элемент X и S. То есть, так, да, строка R, столбец S, так, номера, строка, столбец, совпадает. Тогда, тогда, X и житая штрих равно XRS умноженное на X и житая старая. Это, ну, давайте обведем вот так вот кружочком, чтобы было видно, что это вот такой вот элемент. XRS умножается на X и житая старая, минус, минус. XRG на X и S, минус, вот так, минус, и деленное на XRS. Вот такая вот формула пересчета всех остальных элементов. Она кажется громоздкой, но иногда ее чуть проще записывают. В первом слагаемом можно XRS сократить. Она будет записана тогда в следующем линии. Ну, давайте вот тут меню запишем. Хотя мне кажется, что так, так, вполне приемлемо ее записывать. Вот в таком виде оставлять даже как-то и понятнее. Здесь, если сократить на XRS, останется X и житая минус XRG на X и S и деленное на XRS. Ну, вот иногда в такой форме эту формулу мы можем встретить. Мы будем использовать такую формулу записи. Что она обозначает? Выглядит она гораздо более громоздко, чем сами расчеты, которые необходимо произвести. Значит, смотрите, мы хотим присчитать вот этот элемент. Что мы делаем? Вот. Мы умножаем главный на этот элемент минус произведение двух элементов, которые стоят вот в той же строке из столбца, как главный. Ну, как-нибудь давайте вот так подчеркнем. Главный единица на единицу, минус двойка на минус двойку и деленное на главный элемент. Действие очень похоже на вычисление определителя 2 на 2. Да? Матрица. Определитель матрицы размера 2 на 2. Очень похоже. Единственное, что в определителе мы всегда берем сначала произведение элементов на главной диагонали, а в формуле пересчета, здесь, мы всегда главной начинаем с той диагонали, которая содержит главный элемент. То есть, если бы главный элемент был здесь, вот тут, мы бы начинали с вот этой диагонали. Эта диагональ минус произведение элементов на этой диагонали. А так, действие очень похоже, но еще в конце мы делим на главный элемент. Значит, еще раз, что происходит? Как мы посчитаем элемент в новой симплексной таблице? Мы умножим главный на старое значение этого элемента, минус произведение чисел в соответствующей строке из столбца, 2 на минус 2, и деленное на главный элемент, 1х1, 1, минус, минус 4, 5, и деленное на 1, 5, это значение равно 5. Дальше. Вот этот элемент, вот его старое значение. 1 умножить на 1, минус 4, минус 3, и деленное на 1, минус 3. Следующий элемент. Оценка. Точно так же. 1 умножить на минус 1, на старое значение, минус 3 на минус 2, минус 1, минус 6, минус 7. И мы сразу видим, что, не считая даже остальные элементы, мы видим, что таблица еще не оптимальна. Значение отрицательной оценки присутствует. И 3 оставшихся элемента нужно досчитать. Этот элемент, 2, минус, минус 2, и деленное на 1, 2, плюс 2, 4, на 1, 4. 6, минус 2, 4. И значение целевой функции. 0, минус, минус 3, и деленное на 1, 3. Не забываем делить на разрешающий элемент. Здесь у нас единичка, поэтому не очень заметно это действие. Ну, в следующей итерации, я думаю, что... Да, в следующей итерации мы как раз и увидим, что могут получаться дробные значения. Ну, и это, собственно, часто встречающаяся ситуация для симплекс-метода. Приходится работать с дробными значениями в симплексной таблице, что, конечно же, не всегда удобно. Ну, эти вычисления можно автоматизировать. При необходимости экономисты очень часто их округляют до сотых, ну, до значащих цифр. Тогда, конечно, все эти вычисления упрощаются. Так, мы получили новую симплексную таблицу. Она не является оптимальной. Почему? Присутствует отрицательная оценка. Минус 7. Ну, переходим к следующей симплексной таблице. Здесь очевидно, что разрешающим столбцом будет второй, потому что других нет. А строчку мы выбираем, еще раз напоминаю, составляя симплексные отношения. Отношение правых частей ограничений к положительным элементам главного столбца. Первые два отношения нас не устраивают, потому что элементы отрицательны. Остается единственное отношение 4 пятых и пятерочка будет новым разрешающим элементом. Снова переходим к новому охорному решению. Здесь еще нужно отметить вот что. При переходе от одной симплексной таблицы к другой значение целевой функции для задачи на максимум не уменьшается. То есть оно может либо сохраниться прежним, либо увеличиться, улучшиться. То есть ухудшить мы его не можем. Метод рассчитан на то, что с каждым шагом, с каждым переходом к новой симплексной таблице мы увеличиваем значение целевой функции и приближаемся к нашему максимуму. Ну, во всяком случае, его не ухудшаем. То есть в самом неудачном случае, как был 0, так бы 0 остался. Или была тройка, тройка и осталось. Мы его не ухудшили. Ну и не улучшили. Но уменьшиться оно никак не может. То есть если у вас получается на новом шаге значение меньше, чем на предыдущем, значит где-то в преобразованиях, вычислениях, допустили ошибку, нужно перепроверять. Ну, еще одним, да, мы с вами всегда обращаем внимание на какие-то моменты, которые позволяют проверить правильность вычислений, правильность алгоритма. Мы можем выписать опорное решение, да, которое соответствует данной симплексной таблице. Здесь у нас был x0, давайте здесь обозначим x1. Что это будет? Еще раз напоминаю, для базисных переменных, которые стоят слева, да, в столбце, значения равны правым частям, для небазисных переменных они равны 0. Так, здесь у нас получается x1 равно 1, x2 – 0, x3 – 0, x3 – 0, u1 – 0, u2 – 4, u3 – 4. Можно, в принципе, было выписывать без значения u, потому что, как мы с вами говорили, все целевой функции f1 от x, u присутствуют с нулевыми коэффициентами. Плюс 0 на u1, плюс 0 на u2, плюс 0 на u3 максимум. Поэтому даже тот факт, что они здесь не нулевые, да, никак не повлияет на значение исходной целевой функции. Они все равно входят с нулевыми коэффициентами. Поэтому, в принципе, вполне можно было записать вот так, x1 равно 1, 0. Так, ну, для данной имеется в виду задачи. Они нам не нужны. Подставляем значение 1, 0, x1, x2. Подставляем в целевую функцию, получается 3 плюс 0, 3. То есть, действительно, значение целевой функции равно 3. Если вы выписали опорное решение, подставили его и получили вот это число, значит, все сделано правильно. Теперь, переходим, еще один делаем шаг преобразования. Вспоминаем. Поменять местами название главной строки и главного столбца. То есть, здесь будет x2, а здесь будет u3. Все остальное не меняется. Все остальное не меняется. Дальше. Главный элемент, разрешающий элемент, заменить на обратную. Была пятерка, станет 1, 5. Дальше. Все элементы строки делятся на разрешающий элемент, на старый, на пятерку. Минус 2 пятых. 4 пятых. Все элементы главного столбца делятся на разрешающий и меняют знак. 2 пятых. 3 пятых. 7 пятых. Все остальные элементы пересчитываются по данной форме. Давайте сначала учим. Вот с этого элемента. Заодно вы еще раз посмотрите, каким образом из-за единички здесь было не видно, что мы делим на главный. Сейчас будет это намного очевиднее. Так. Значит, мы пересчитываем вот этот элемент. Первая строка, первый столбец. Мы берем старое значение, умножаем на главный. xrs умножается на старое значение x и житого. 1 умножить на 5. 5 минус минус 2 умножить на минус 2. 5 минус 4, 1. И делим на главный элемент. 1 пятая. Давайте вот здесь вот, вот здесь, хотя бы один раз подпишем, как этот элемент получился. 1 умножить на 5, минус минус 2 умножить на минус 2, деленное на 5. Подпишите хотя бы один раз, для того, чтобы было видно, каким образом мы производили вычисления. 1 на 5 минус минус 2 на минус 2 и деленное на разрешающий элемент. Дальше, дальше. Так, ну стрелочки я пошел и сутрою, чтобы они нас не отвлекали. Вы можете у себя это ставить. Вот. А формулу? Формулу запишите, для того, чтобы потом легко было вспомнить, как мы этот элемент 1 пятую получили. Следующий элемент. 10 минус 6. 4 пятая. Так. Нижний элемент. 15 минус 14. И деленное на 5. 1 пятая. Заодно мы видим, что оценки не отрицательны. Это означает, что таблица оптимальна, и дальше нам, к счастью, дробями считать не придется. Ну, давайте остальные значения досчитаем, потому что они нам, конечно, нужны. Означения базисных переменных, которые будут составлять решение. Верхнее значение. 5 плюс 8. 13 пятых. 20 плюс 12. 32 пятых. Так, правильно? 20 плюс 12. Да, 32 пятых. И значение целевой функции. 15 плюс 28. 43. Пятых. Таблица оптимальна, поскольку все оценки не отрицательны. Все оценки не отрицательны. Таблица оптимальна. И мы можем записать оптимальное решение х со звездочкой. Оптимальное решение. Давайте уже с переменными у запишем. Базисная переменная х1. 13 пятых. 13 пятых. У2. А, х2. 4 пятых. У1. У1. У2. У2. У3. 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 Ф со звездочкой. Это значение, получившееся вот здесь. Вот это равно ф со звездочкой. Ф со звездочкой равно 43 пятых. И сразу себя обязательно проверяем. Правильно ли получилось. Подстановка х1, х2 в целевую функцию, вот сюда, должна дать 43 пятых. Считаем. Ф со звездочкой равно 3 умножить на 13 пятых плюс 4 пятых. Получается 39 плюс 4, 43 пятых. Значения совпадают. Это означает, что все преобразования мы провели правильно. Действительно получается, х со звездочкой максимальное, оптимальное решение. И значение 43 пятых максимум для нашей целевой функции. Значит, еще раз. Каков порядок решения задачи симплекс-методом? Мы приводим задачу к каноническому виду. Выписываем матрицу ограничений. Выбираем набор базисных переменных. Очень удобно для этого брать единичные столбцы. Столбцы, составляющие единичную матрицу соответствующего порядка. Эти переменные будут базисные. Базисные переменные мы записываем в первый столбец. Небазисные переменные все остальные записываем вверх. Внутрь матрицы, внутрь табличной мы записываем столбцы, соответствующие небазисным переменным. Сюда записываются правые части ограничений, вниз подписывается название целевой функции и пересчитывается строка ограничений. Для этого мы выписываем коэффициенты при соответствующих переменах в целевой функции и ищем скалярное произведение столбца коэффициентов на соответствующий столбец минус верхнее значение. Таким образом мы получаем начальную таблицу. Затем проверяем каждый раз, каждую таблицу мы проверяем на оптимальность. Критерием оптимальности служит неотрицательность всех относительных оценок. Если есть хотя бы одна отрицательная оценка, данное опорное решение не является оптимальным, мы можем его улучшить, перейдя к следующей симплексной таблице при помощи жардановых преобразований. Переход осуществляется вот пять шагов. Нулевым шагом нужно выбрать разрешающий элемент XRS. Разрешающий элемент выбирается сначала в тём выбора главного столбца, затем в главной строки. Главный столбец это столбец с наибольшей по модулю отрицательной оценкой. После того, как столбец выбран, мы составляем отношение правых частей ограничений к положительным элементам главного столбца. И выбираем ту строчку, где это отношение наименьшее. В данном случае, да, вот в этой таблице у нас была единственная такая строчка, поэтому вот на пересечении строки и столбца мы увидели разрешающий элемент 5. И далее переходим к новой таблице по следующим правилам. Меняются обозначения строки и столбца. Меняются. Разрешающий элемент заменяется на обратный. Было 5, стало 1,5. Элементы строки делятся на главный, а элементы столбца делятся на главный и меняют знак. Поделили на 5, поделили на минус 5. Ну, можно написать, делятся на минус 1. Сейчас то же самое будет по смыслу. Все остальные элементы пересчитываются вот по данным формулам. Еще раз. Как мы получаем, например, элемент единичка. Элемент, который стоит на месте единички в новой таблице. 1 умножить на 5, минус, минус 2 умножить на 4 и деленное на разрешающий элемент, на пятерочку. Все. Как только заполнили таблицу, проверяем ее опять на оптимальность. В данном случае получились все оценки неотрицательны. Данное опорное решение является оптимальным. Мы его записали. Еще раз повторюсь, что вот этот хвостик в данном случае можно не записывать было. Можно было просто написать их со звездочкой равно 13,5, 4,5. И значение целевой функции мы берем вот отсюда. Если все правильно посчитано, это значение должно совпасть с тем значением f, которое вы получите, подставив вот эти х1, х2. Вот сюда. Должно получиться то же самое. Вот такой пример. Пример 2. Пример 2. Давайте посмотрим, что еще может быть. Какие особенности решения. И мы знаем, что задача линейного программирования разрешима не всегда. Разрешима не всегда. Так. Пример 2. Пример 2. Целевая функция. 2х1. Минус х2. Плюс 3х3. Минус 2х4. Плюс х5. Вот такая большая. Такая большая целевая функция. Максим. Ограничение. Ограничение. В векторном виде х больше либо равного 0. Имеется в виду вектор х, состоящий из переменных х1, х2, х3, х4, х5. То есть все переменные. Можно так написать х и т и от единицы до пяти. Чтобы у нас уже форма записи была одинаковая. Данная задача находится в канонической форме. Функция на максимум. Задача на максимум. Ограничение равенства. Все переменные неотрицательные. Правые части неотрицательные. Можно строить матрицу А. Выписывать. Давайте ее напишем внизу. Чтобы удобнее было. Переменные подпишем. И выписываем их коэффициенты. Минус 1, 1, 1. 1, минус 1, минус 2. 1, 0, 0. Х4, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Вот он наш базис. И можно строить начальную симплексную таблицу. Базис можно найти не всегда. Сразу. То есть вполне возможно, что набора полного единичных столбцов не окажется. В этом случае нужно базис вводить искусственно. Этот метод так и называется. Метод искусственного базиса. Но мы его рассмотрим в следующий раз. Он требует отдельного изучения. Поэтому пока что задача в таком виде. Базисные переменные. У нас х3, х4, х5. Это небазисные переменные. х3, х4, х5. Базисные. Х1, х2 небазисные. Функция f. Сюда мы записываем столбики, соответствующие х1 и х2. Справа записываем правые части. Вот это. И внизу заполняем строчку оценок. Для этого нам необходимо расставить коэффициенты при всех переменах в целевой функции. И посчитать скалярное произведение вектора коэффициентов на вектор столбец минус верхнее значение двоечки. Минус 3, минус 2, минус 5, плюс 1, минус 4, минус 4, минус 2, минус 6. Следующий столбец. 3, плюс 2, 5, минус 2, 3, плюс 1, минус минус 1, 4. И значение f со звездочкой. 3, минус 2, 1, плюс 2, 3. Давайте проверим, правильно ли мы поставим, построили эту табличку. х0, опорное решение. Чему равен? х1, х2 небазисные, поэтому их значение 0. Все остальные базисные, и значения равны правым частям. 1, 1, 2. Подставляем в целевую функцию, должно получиться вот это значение. Троечка. 3, минус 2, 1, плюс 2, 3. Все правильно. Проверяем на оптимальность. Данная таблица не оптимальна, поскольку присутствует столбец с отрицательной оценкой. Он же и будет главным, потому что других столбцов с отрицательной оценкой нет. Составляем отношение правых частей к положительным элементам главного столбца. 1 на 1, 1. 2 на 1, 2. Наименьшим является вот это отношение, поэтому главный элемент, разрешающий элемент, будет вот эта вот единичка. Элемент во второй столбце и первом столбце. Переходим к новому опорному решению. Меняем местами обозначения строки и столбцами. Х1, Х4. Все остальные не меняются. Данная. Разрешающий элемент заменяется на обратный. 1. Элементы строки делятся на разрешающий элемент. Элементы столбца делятся на разрешающий и меняют знак. Все остальные пересчитываются по формуле. Вот этот элемент. 1, минус 1. 0, деленное на 1. 0. Этот элемент. Минус 2, плюс 1. Минус 1. И деленное на 1. 1, 1. Ну ни на что не делим практически, да? Этот элемент. 1, плюс 1. 2. Для первых. Двоечка. 2, минус 1. 1. Оценка. 4, минус... Сколько? Минус 6. 4, минус 6. Минус 2. И 1, а на 3. 3, плюс 6. 9. Значение целевой функции увеличилось, да? Было 3, стало 9. То есть здесь все хорошо. Давайте смотреть на оптимальность. Данное опорное решение, конечно, не оптимально. У нас присутствует оценка минус 2, да? Вот он. Минус 2. То есть вот он разрешающий столбец. Находим разрешающую строчку. 2 на 0 не подходит отношению, потому что к положительному элементу. 1 на минус 1 не подходит. 1 на минус 1 не подходит. Ни один элемент мы выбрать не можем. Ни один элемент, ни одно отношение составить не можем. Нет возможности выбрать главную строчку. Это означает, что имеет место неразрешимость 2. Мы делаем вывод, что имеет место неразрешимость 2. То есть целевая функция не ограничена в области допустимых решений. Она не достигает своего максимума решения задачи нет. Еще раз. Если на очередном шаге преобразования в симплексной таблице существует столбец с отрицательной оценкой, в котором нет положительных элементов, либо нулей, либо отрицательных. Это означает неразрешимость 2. Целевая функция не ограничена в ОДР. Все. Максимальное значение нам найти не удалось. Задача решения не имеет. Если бы хотя бы один положительный элемент был, мы бы смогли улучшить это решение, перейти к новой симплексной таблице, а так дальше решать нечем. Так, ну давайте посмотрим еще одну задачу. Еще одну задачу. Пример номер 3. Пример номер 3. Наверное, мы возьмем задачу в каноническом виде, где не нужно, да, в каноническом виде приводить. Ну, там будет видно. Может быть, посмотрим еще что-нибудь. А давайте вот такую возьмем. Неканоническую, неканоническую. Пример 3. Вот такая задача. Минус 2х1, минус х2, максимум. Ограничение. Минус х1, минус х2, минус х3 равно минус двоечке. Минус 4х2, минус 2х5, больше либо равно минус 10. И минус 2х2, минус х3, минус х4, равно минус единице. Хи3 больше либо равно нулю, и от единицы до пяти. Вот такая задача. Она не в канонической форме. Необходимо к этой канонической форме перейти. Ну, давайте последовательно ее улучшим. Целевая функция нас устраивает. Задача на максимум, мы ее не меняем. Ограничение. Первое ограничение у нас равенство, но правая часть отрицательная. Можно умножить на минус единичку. Умножаем на минус единицу, получаем вполне подходящее для нас ограничение. Равенство и с неотрицательной правой частью. Второе ограничение. Во-первых, неравенство. Во-вторых, минус 10 меньше не да. Поэтому мы тоже умножаем на минус единицу. Получаем ограничение. Даже нет. Давайте мы ее поделим на минус двойку. Давайте поделим на минус двойку. И, раз уж она делится, заодно и знак поменяем, и знак неравенства изменится, и лишние числа сократим. 2х2 плюс х5 меньше либо равно 5. Правильно? И третье также нужно умножить на минус единицу. 2х2 плюс х3 плюс х4 равно единичке. Да, и, конечно, х и т больше либо равно 0 и от единицы до 5. Все, кроме второго ограничения, нам подходит. Необходимо во втором ограничении добавить вспомогательную переменную. Можно это было сделать сразу, но мы разделили это на действие, чтобы было понятнее. Первое ограничение. х1 плюс х2 плюс х3 равно двоечке. Не меняется. Второе ограничение. 2х2 плюс х5 плюс у1 равно пятерке. Мы прибавляем неотрицательное значение у1 для того, чтобы перейти к ограничению равенства. 2х2 плюс х3 плюс х4 равно 1. Все х и т неотрицательные. И от единицы до пятерочки. И у1 неотрицательные. У1 неотрицательные. Задача в канонической форме. Можно применять симплекс метод. Задача на максимум. Все ограничения равенства. Все ограничения равенства. Правые части неотрицательны. Все переменные неотрицательны. Записываем, ну вот сюда давайте запишем матрицу А, х1, х2, х3, х4, х5, у1. Вот такая большая у нас будет матрица системы ограничений. Коэффициенты при х1 давайте внимательно выпишем 1, 0, 0. Так, мы правильно задачу переписали, во всех остальных ограничениях х1 не присутствует. Да, при х2 коэффициенты 1, 2, 2. При х3 1, 1, 0, 1. Х4, 0, 0, 1. Х5, 0, 1, 0. Правильно, х5 у вас присутствует только во втором ограничении. И при х1, 0, 1, 0. Вот такая матрица. Да, ничего мы не потеряли, давайте проверим. х1, 1, 0, 0. Х2, 1, 2, 2. Х3, 1, 0, 1. Х4, 0, 0, 1. Х5, 0, 1, 0. Да, и ой, 0, 1, 0. Вот такая матрица. Единичный, набор единичных столбцов у нас есть. Это первая переменная, да, вот он первый столбец. Х5. Ну, можно было вместо х5 взять у 1, здесь не важно, они одинаковые. Так, и х4. И х4. Строим замечательную амбициру. Базисные переменные мы записываем в том порядке, в котором должны следовать столбцы единичной матрицы. Обязательно. х1, следующий по порядку х5, и последний будет х4. Строиция единичной матрицы размера 3 на 3 следует у нас таким образом. Да? Поэтому в таком же порядке мы записываем и переменные. Х1, х5, х4. Далее. Далее. Сверху записываем небазисные переменные. х2, х3, у1, 1, 2, 2, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ограничение правой части 2, 5, 1. И строчку оценок. Коэффициенты при х1 минус 2. При х2 минус 1. Да? Такая маленькая целевая функция. Да? Такая вот. Все остальные коэффициенты 0. 0, 0. Считаем оценки. Это минус 2, 0, 0, минус минус 1. Минус 2 плюс 1, минус 1. Ну, то есть последние 2, да, можно не считать, а не 0. Минус 2, минус 0. 0, 0. И минус 4. Вот такая вот начальная комбинация. Неоптимально. Выбираем разрешающий столбец. Это столбец с наибольшей по модулю отрицательной оценкой. То есть второй. Составляем отношение правых частей к положительным элементам главного столбца. 2 первых. 2. 1 первая. 1. Вторую строчку мы не берем, потому что 0. Выбираем строчку, для которой симплексное отношение наименьшее. Разрешающий элемент единочка. Так. Давайте здесь напишем. Меняем местами x3 и x4. x3 и x4. Остальные переменные не меняются. x1, x5. Разрешающий элемент заменяется на обратный. Строчка делится на этот элемент. Столбец делится на элемент и меняет знак. Остальные пересчитываются. Верхний элемент. 1 минус... Делить на главный мы не будем, да? Я не буду повторяться. Здесь он единичка. Делить на единицу, понятно, дело. Смысла нет. Так. 1 минус 2. Минус 1. 2 минус 0. 2. Минус 1. Минус 1. 1 плюс 4. 3. 0 минус 0. 0. Да? Это вот этот элемент. 0 минус 0. Следующий элемент. 1 минус 0. 0 минус 0. 0. Минус 4. Плюс 2. Минус 2. 5 минус 0. И 2 минус 1. 1. Вот. Получена оптимальная таблица. Все оценки не отрицательны. Значение целевой функции увеличилось. Было минус 4, да? Стало минус 2. Решение оптимальное. Мы его записываем. x со звездочкой равно. x1 базисная переменная, поэтому ее значение берем из правой части. 1. x2, не базисная переменная, 0. x3 базисная, 1. Вот она, эта единичка. x4, 0. x5 базисная, 5. u1, не базисная, 0. f со звездочкой равно минус 2. Это f со звездочкой. И проверяем подстановкой. Целевую функцию единицы. Здесь присутствует только x1, x2. Первые два значения. Второе 0. Первая единичка минус 2. Все совпадает. Все мы решили правильно. Ну вот, вот такой, такой метод решения. Очень удобный. Иногда, конечно, вычисления могут быть громоздкими из-за того, что присутствуют дроби. Да? Обыкновенные дроби, если считать это вручную, конечно, удобнее. Не переводить их в десятичные, естественно, потому что с обыкновенными дробями. Расчеты проще, если нужно считать устную и вручную. Ну, тем не менее, метод эффективный, удобный. Что я бы еще хотела вам показать? Как связан переход от одной симплексной таблицы в другой и графический метод решения? Давайте посмотрим, выберем небольшой пример. Такой, чтобы задачу можно было решить и графический, и симплексный методом. И графический, и симплексный методом. Задачу от двух переменных. Ну, давайте вот такую задачу посмотрим. f от x. f от x. Так, намного лучше. Давайте попробуем. Вот это. f от x. f от x. f от x. f от x. x1. плюс 2x2. И ограничения. x1 плюс 2x2 меньше либо равно 6. 2x1 плюс x2 меньше либо равно 8. x2 меньше либо либо равно 2. x больше либо равно 0. Ну-ка, все-таки, по-моему, предыдущий маркер был лучше. Так. Так. Ну, давайте смотреть. Давайте смотреть. Мы можем эту задачу решить как графически, так и симплексный методом. Давайте вспоминать. Для графического решения удобно выразить x2, да, в виде неравенства. Это будет 6 минус x1 пополам. Здесь x2 меньше либо равно 8 минус 2x1. Здесь оно уже выражено. Значение. Ну, давайте построим. x1, x2, 0. Для первой задачи. Так. Давайте размечать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь. Так. Если x1 равно 6, x2 равно 0. 6, 0. А если нулю, то 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Правильно? Значит, это вот такая прямая. Вот такая прямая. Вот такая прямая. Да, мы с вами ограничения для удобства нумеровали. Это ограничение 1. И поскольку знак неравенства меньше либо равно, нам нужна область под этой прямой. Второе ограничение. Второе ограничение. Так. Второе ограничение это. Что у нас? Если x1 равно 4, то x2 равно 0. 0, 4, если x1 равно 1, так, ну или чем у нас? Ну, давайте пусть будет 0, тогда x2 равно 8. Ну, почти, почти прямая. Это второе ограничение и тоже под прямой. И x2 меньше либо равно, меньше либо равно 2. И мы получаем вот такую область. Вот такую область. А, В, С, Д. А, В, С, Д. Градиент функции НАБЛО-Ф это вектор с координатами 1,2. Коэффициент при x1, x2 в целевой функции. 1, 2. Это вот эта точка. Мы строим, напоминаю, опорную прямую перпендикулярную вектору градиента и двигаем ее для задачи на максимум в направлении градиента, пока область не будет лежать по одну сторону данной прямой. Это будет точка С. Это будет точка С. То есть область допустимых решений x это у нас многоугольник А, В, С, Д. Да, трапеция такая получилась. И оптимальной является точка С. x со звездочкой равно С с координатами. Какие координаты имеются? Точка С это точка пересечения прямой 2 и прямой 3. Для того, чтобы найти координаты необходимо записать это в систему. 2x1 плюс x2 равно 8 x2 равно 2. Соответственно, учитывая ограничение вместо знака неравенства мы берем равенство. Тогда x2 равно 2 x1 равно 3. То есть это точка с координатами 3, 2. Ну, так практически похоже. 2 и троечка. Вот такое наше оптимальное решение. f со звездочкой соответственно мы подставляем это 3, 2 вот сюда. получается 3 плюс 2 умножить на 2 равно 7. Значение со звездочкой 7. Теперь давайте решим эту же задачу с имплекс методом. Для начала перейдем к анонической форме. f от x не меняется. Задача на максимум. Здесь нас все устроено. Во втором случае мы должны добавить переменную u1 в первом ограничении. Во втором ограничении u2 для того, чтобы достигалось равенство. В третьем ограничении u3. И все переменные должны быть неотрицательны. x1 больше либо равен 0 x2 больше либо равен 0. Так. Встроим начальную симплексную таблицу. давайте ее вот сюда запишем. f Базисными переменными у нас будут у нас, что мы не выписали. Давайте выпишем x1 x2 u1 u2 u3 Коэффициенты при x1 1 2 0 коэффициенты при x2 2 1 1 и коэффициенты при переменных u и t Вот такая у нас матрица. Значит, при x1 1 2 0 2 1 1 Записываем табличку. Базисными переменными являются u1 u2 u3 Небазисными переменными x1 x2 x1 x2 Записываем столбцы x1 x2 1 2 0 x2 это 2 1 1 и сюда столбцы правых частей 6 8 2 Значение целевой функции и строка оценок Следующий образом считается. Ну, поскольку здесь все нули, то это будет минус 1 и минус 2 Давайте я лишнее затру, чтобы нам это не мешало. Так, и задача в принципе не нужна, да, и матрица тоже не нужна. разрешающим столбцом будет 2 минус 2 самое маленькое отрицательное число отношения симплексные 2 первых 1 8 первых 8 6 вторых 3 наименьшее 2 первых 2 конечно наименьшее дает вот это вот вот это значение давайте f посчитаем f будет 0 чему будет чему будет как будет выглядеть опорное решение соответствующее этой таблице это будет решение давайте без u записывать только с x1 x2 и то и то 0 f 0 тоже 0 мы будем сейчас прописывать чтобы было видно дальше переходим к следующей следующей симплексной таблице меняем местами u3 x2 u3 и x2 остальные переменные на местах остаются разрешающий элемент меняем на обратный делим на разрешающий делим на разрешающий с обратным знаком пересчитываем 1 минус 0 1 2 минус 0 2 минус 1 минус 0 минус 1 минус 0 минус 1 значение целевой функции 0 плюс 4 4 следующее значение 8 минус 2 6 6 минус 4 2 вот такая таблица она все еще не оптимальна из-за присутствия отрицательных оценок вот была разрешающая столбец отношения мы составляем только положительные третье не берем 6 вторых 3 2 1 2 вот эта строка главная вот эта и опять-таки выписываем чему равно x1 x1 решение равно 0 2 f1 равно 4 проверили что оно увеличилось да уменьшится оно не может к следующей таблице переходим давайте вот так вот красивые стрелочки поставим даже синенькие чтобы было видно в каком порядке мы переходим от одной таблице к другой ну я вам хочу сказать что следующая таблица уже будет задавать оптимальное решение сейчас покажу почему сейчас вы это тоже увидите значит x1 и u1 меняются местами u3 u2 x2 на своих местах главный не изменяется строка не изменяется столбец меняет знак пересчитываем остальные минус 1 плюс 4 3 1 минус 0 1 2 минус 2 0 6 минус 4 2 2 минус 0 2 4 4 плюс 2 4 плюс 2 6 6 6 таблица оптимальна так где наша целевая функция потерялась 3 x1 плюс 2 x2 x1 плюс 2 x2 так а у нас что-то что-то потерялось да какое-то значение x3 должно равняться двоечке давайте пересчитаем сейчас мы найдем у нас получилось что опорное решение ну и оно же со звездочкой да равно x1 2 x2 x2 тоже 2 и f со звездочкой равно 6 давайте найдем ошибку так у нас целевая функция f от x была равна сейчас x1 плюс 2 x2 все правильно то есть если мы вот это значение подставим да оно сохранится давайте посмотрим где мы где мы допустили ошибку в первой таблице да вроде бы мы все заполнили правильно 6 8 2 так были у нас ограничения давайте проверим первый элемент заменяется обратно элементы строки не меняются элементы столбца меняют знак проверяем все остальные 1 нет 0 плюс 4 4 заодно нужно проверить такборное решение да 0 плюс 2 вроде тоже все совпадает дальше дальше верхнее значение 8 минус 2 6 6 минус 4 2 здесь все правильно верхнее значение 1 минус 0 здесь 2 минус 0 нижняя оценка минус 1 да здесь вроде бы все правильно ошибок ошибок я не вижу давайте проверять давайте проверять новое по идее если вы сейчас здесь оценка исправилась да здесь 0 здесь 0 ну ощущение что мы 1 где-то потеряли да нужно искать нужно искать 1 1 меняем да на противоположной элементы строки не меняются не меняются дальше элементы столбца элементы столбца элементы столбца меняют знак остальные элементы минус 3 да минус 3 нет минус 1 плюс 4 3 1 здесь дважды 1 2 минус 2 0 здесь все правильно 6 минус 4 2 2 и 4 плюс 2 6 да здесь тоже все правильно так ну давайте начальную таблицу проверим сейчас давайте еще раз ограничения запишем я стерла исходные условия х1 давайте сразу с добавлением у плюс 2 х2 равно плюс у 1 да равно 6 2х1 плюс х2 плюс у 2 равно 8 и х2 у так плюс у 3 х2 плюс у 3 равно 2 х и у не отрицательно вот так так ну таблицу мы вроде построили правильно да переменные 1 2 0 при х2 2 1 1 при у 3 единичной здесь все правильно 6 8 2 правильно ли мы выразили да получается х2 меньше либо равно 6 минус х1 на что на 2 здесь х2 было меньше либо равно во втором случае 8 минус 2 х1 х1 так так здесь да если х1 равно 6 6 то х2 равно 0 вот эта точка 6 если х1 равно 0 ну конечно мы неправильно построили изначально давайте пересчитаем да здесь конечно же не 6 х1 если равно 0 то х2 равно 3 3 и у нас немножечко меняется полость допустимых решений она выглядит не так сейчас мы попробуем исправить вот мы ошибку и нашли так первое ограничение не через 6 0 конечно проходит а через через 3 да через 0 3 не через 0 6 а через 0 3 вот она наша ошибка 3 значит мы мы вот это у нас значение так вот это вот настираем чтобы место заводить и сейчас напишем через троечку и проходит она вот так 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 через вот так 2 3 проходить она будет через точку 6 0 и 0 3 вот она точка пересечения вот она наша точка С так значит вот точка С точка С ее ее координат это точка пересечения первой первой прямой и ну опять я ее стерла первой прямой и третьей прямой х равно 2 значит что мы что мы делаем записываем систему первое ограничение х1 плюс 2 х2 равно 6 вот оно первое ограничение меньше либо равно этой прямой и третье ограничение третье ограничение х2 равно 2 получается х2 равно 2 х1 равно 2 соответственно х со звездочкой равно 2 2 а ф со звездочкой равно подставляем в целевую функцию целевая функция у нас была х1 плюс 2 х2 подставляя в целевую функцию мы получаем 2 плюс 2 hd2 6 вот наши значения и теперь посмотрите внимательно для чего мы собственно это делаем нам необходимо посмотреть что обозначает переход от одной симплексной таблицы к другой давайте я вот эту многоугольную область потому что рисунок сильно загроможден я ее нарисую отдельно х2 х1 у нас получилась вот такая область а сразу напишу ее координаты 0 0 b с координатами 0 2 c с координатами 2 2 и d с координатами 4 0 d с координатами 4 0 вот она наша область допустимых решений когда мы перемещали опорную требуем в направлении градиента мы получили вот эту точку вот это наша х со звездочкой и соответственно f со звездочкой равно 6 таблицу вот наше решение что происходит при переходе от одного опорного решения к другому когда мы построили начальную симплексную таблицу мы получили опорное решение 0 0 и значение 0 0 0 это вот эта точка 0 первая симплексная таблица это вторая симплексная таблица и это третья симплексная таблица первое опорное решение вот оно вот она первая наша точка полученная а После этого путем преобразования мы перешли ко второй таблице, которая дала второе опорное решение х1, точку 0,2 Это точка, вот она, мы перешли от точки А к точке В После того, как мы перешли к третьей таблице и получили оптимальное решение х2, это соответствовало переходу в точку С С координатами 2,2, которая и оказалась оптимальной То есть переход от одной симплексной таблицы к другой, последовательной, соответствует переходу от одной точки области допустимых решений к другой Здесь мы перешли от решения 0,0 к решению 0,2 и окончательно к оптимальному решению 2,2 Это соответствовало обходу области допустимых решений по ограниченным точкам Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...